Мне трудно припомнить событие, на которое явился бы Иван Ургант и которое не привлекло бы внимания. Поэтому пикник, организованный имя Александром Цекало, привлек немало звезд. Шоумены учили их готовить, но почему-то делали это почти в полной тишине. Мы собирались готовить мясо. На самом деле, чтобы приготовить мясо, самое главное, чтобы мясо было свежее. Дальше остается только его не испортить. Не испортить соусами, не испортить маринадами. Можно чуть-чуть, соль, перец, лук, чеснок, больше ничего. Чем свежее мясо, чем меньше оно зажарено или замариновано, тем лучше для мяса. Ну, вот на таком барбекю я, честно говоря, впервые практически, наверное, на таком. Но что касается барбекю с друзьями, я всегда за и очень часто. Я считаю, что мясо – это мужское дело. Девочки могут резать салаты на кухне, а мясо должны готовить мужчины, однозначно. Друзья, сегодня уникальная возможность поесть хорошего, свежего, приготовленного вот этими... Ну, назовем это руками. Шаловливыми. Шаловливыми. Это вы в одиночестве в этом рассказе. Ну что, друзья, я отправляю Александра туда... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вы пойдемте с вами вдвоем, Иван. Саша, не-не-не-не-не-не-не-не, ты говори к налоговой полиции. Сейчас с Иваном мы покинем сцену и пойдем готовить... Я не знаю, вы пойдете, я останусь, друзья. Нет, вы не останетесь, Иван. Вы пойдете со мной готовить разнообразные мясные блюда. Потом нас сменят другие... Другие-то кто? Другие пары. Шашлык вот так, друзья. Мне кажется, ну, просто надо поблагодарить организаторов за это невозможно прекрасное событие в центре города, в Москве. У меня впервые, я думаю, в последний раз в жизни, потому что такое вот невозможно представить, понимаете? Я вообще люблю поесть, честно говоря, в этом есть некоторая сложность. Да, у вас все булочки, что ли? Да я все подряд любила. Честно, не могу себе отказать в удовольствие, потому что все-таки, мне кажется, еда, наверное, одна из таких самых важных... Ну, не самых важных, конечно, но наравне со многими удовольствиями для меня лично. Ну, расскажи какой-нибудь самый идеальный рецепт или самый лучший рецепт для меня. Телятина с черносливом. Кавказский рецепт. Нужно в казан залить холодную воду, и пока она не вскипела, эта вода, кинуть туда мясо маленькими кусочками. Как только она вскипела, мясо уже стало такое мягкое, его не нужно долго варить. Вы кидаете туда чернослив, чуть-чуть репчатый лучок, и через 10 минут, когда уже это чуть-чуть закипело вместе с этой общей таким соусом, надо снимать. Вот как раз нужно не перепутать и не упустить вот этот момент. Когда вы снимаете, буквально 5-10 минут она покипела, снимаете, как говорила моя бабушка, телятину ложкой можно резать. Субтитры сделал DimaTorzok